Если вы говорите «мой мозг», это значит, что он принадлежит вам. То, что принадлежит вам, не может быть вами, да? Это разговорное выражение, потому что здесь мне нужно указать именно на «мой». Это впечатление, которое мы накопили. Думаю, есть вероятность, что именно это и происходит. Если сделать это, то вы увидите, восприятие взорвется так, как вы и представить себя не могли. Что такое «я», которое может быть отделено от физического? Является ли фактом то, что вы накопили своё тело за какой-то период времени? Это факт, что это тело было накоплено за какое-то время, и, возможно, моё самоощущение возникает как следствие этого, в отличие от представления, что именно я занимался накоплением. Скажите, вы когда-нибудь обедали или ужинали? Обедал я или ужинал? Да, это подвижное накопление много съело. Итак, то, что вы сейчас называете своим телом — это накопленная пища, кучка еды. Не самый приятный способ описать вас, но это так. То, что вы называете своим умом, в основном, в опыте людей — это накопленные со временем впечатления. Для того, чтобы набрать такое количество впечатлений и столько тела, здесь должно присутствовать что-то более фундаментальное, не так ли? Хьюстон, штат Техас, представляет собой накопление дорог и зданий, Но мы бы не стали утверждать, что именно Хьюстон накопил. Но вы не часть географии. Вы не географический объект, не так ли? Возможно, это именно то, чем я и являюсь. Я же физическая сущность. Я скажу, почему, с моей точки зрения, это кажется возможным. Потому что мы находимся через дорогу от крупнейшего в мире медицинского центра, и каждый день там находятся тысячи людей, чья география меняется из-за болезни Альцгеймера, или инсульта, или опухоли, или черепно-мозговой травмы. И то, кем они являются, меняется. Нет. Видите ли, вы говорите о мыслях и эмоциях. Наша величайшая ошибка заключается в том, что мы придали слишком большое значение человеческой мысли. О чём бы вы ни думали, это происходит только на основе тех ограниченных данных, которые вы собрали. Да или нет? Да. Данные, которые мы с вами собрали, какими бы большими они нам ни казались, с точки зрения космоса, они ничтожно малы и не имеют никакого значения. Таким образом, из столь малого количества данных, собранных нами, мы генерируем мысли, которые могут быть полезны для нашей жизни, для создания некоторых вещей. Они могут быть полезны в основном для нашего выживания и улучшения процесса выживания. Но это не дает вам доступа к жизни. Мысли и эмоции — это психологическая драма, происходящая внутри вас. Вы можете управлять ею так, как захотите. Вы говорите о том, что у кого-то опухоль или болезнь Альцгеймера, или несчастный случай, или что-то еще, и их драма пошла не так. Драма может пойти не так даже и без этих болезней. Спросите у людей. Для многих ежедневно, без какого-то несчастного случая, травмы или заболевания, их драма идет не так. Обычно мы даем этому названия, например, депрессия, психическое расстройство или что-то в этом роде. Это бизнес. Но не тот, на котором я зарабатываю деньги. Я говорю, что возможно только так. Либо ваша система слушается вас, либо по какой-то причине она стала компульсивной. Либо вы можете управлять своим телом и умом осознанно, либо они стали компульсивными. Вот и все, что происходит. Называете ли вы это физическим или психическим заболеванием? Все сводится к тому, что ваши основные средства существования на этой планете — это ваше тело и ум. Вы потеряли контроль над ними. И это может вылиться в то или иное заболевание. Но, по сути, вы потеряли управление. Вот и все, что произошло. Если бы ваше тело и ваш мозг получали инструкции от вас, стали бы вы создавать депрессию, болезнь или что-то в этом роде. Вы бы создали наивысший уровень удовольствия для себя, не так ли? Мы бы определенно так и сделали, если бы существовало отдельное «я», которое могло бы обрести такой контроль. Можно посмотреть на это так. Вы продолжаете использовать фразу «мой мозг». Если вы говорите «мой мозг», это значит, что он ваш. То, что принадлежит вам, не может быть вами. Верно? Это разговорное выражение, потому что здесь мне нужно указать именно на «мой». Мне нужно уточнить, о каком мозге я говорю. Когда я говорю «моя рука», я знаю, что даже без руки я все еще могу существовать. Точно так же, если определенные части мозга исчезли, наша способность думать и чувствовать так, как прежде, может исчезнуть. Но, тем не менее, человек не исчезает. В этом и есть вопрос. Если я потеряю маленькую часть пальца, я останусь с собой, но если я потеряю кусок мозговой ткани такого же размера, я могу стать кем-то совершенно другим. Нет, нет. Вы говорите о личности. Личность – это, опять же, приобретенная вещь. Помимо личности, я могу потерять память, конечно же, могу потерять сознание, потерять способность воспринимать реальность такой, какой мы воспринимаем ее сейчас. Я могу стать дальтоником из-за травмы, потому что при повреждении определенного участка мозга я потеряю способность понимать, что представляет собой предмет. Хорошо, давайте рассмотрим это так. Предположим, кто-то стал дальтоником из-за травмы или чего-то еще, что с ним, к сожалению, случилось. Этот человек все еще понимает. Я стал дальтоником, не так ли? Он по-прежнему присутствует? Это верно для человека, который становится дальтоником, но это не так, например, для человека, который рождается дальтоником, у него даже нет понятия о цвете. Давайте рассмотрим человека, который родился полностью слепым, у него нет никакого представления о зрении, так чем же является я для него? Даже незрячий, который никогда не видел окружающего мира, все равно существует внутри себя. Он такой же мужчина или женщина, как и все остальные. Если бы все мы были слепы, мы были бы довольно неплохим обществом без зрения, не так ли? Только если у кого-то оно есть, а у меня нет, в сравнении у меня появляется проблема. Иначе, если бы ни у кого из нас не было глаз, думайте, мы бы не нашли способ существовать. Мы бы нашли, может быть, не так, как сейчас, по-другому. Я полностью согласен, потому что в стольких измерениях… Вы знаете, что есть млекопитающие, которые летают, ориентируясь на звук. Существует множество измерений, которых мы сейчас не видим. То, что мы называем видимым светом, это всего лишь одна десятитриллионная часть электромагнитного спектра, которую мы можем замечать. В некоторых областях физики обнаружено, что возможно существование от десяти до тринадцати пространственных измерений, не только три, в которых мы заключены. Мы уходим от сознания к восприятию. Но я хочу сказать, что мы уже слепы к большей части мира, поэтому я согласен с вами, что… Хорошо, давайте вернемся к восприятию. Вы не можете отрицать, что вы являетесь жизнью, не так ли? Вы — частицы жизни, я и все мы — частицы жизни. Какие личности мы приобрели? Какие симпатии и антипатии мы набрали? Каких богов, демонов и прочее? Все это социальный процесс, который произошел с нами. Культурный и социальный процесс. Если бы вы родились в другой части света, все было бы совершенно иначе. В зависимости от того, чему мы подвергаемся, какие впечатления мы получили, мы накопили феноменальное количество впечатлений. Оставим это в стороне. Давайте рассмотрим один фундаментальный вопрос. Что бы вы ни набрали, вы можете утверждать, что это — мое. Вы не можете сказать «это я», не так ли? Все что угодно. Вы имеете в виду ваше тело? Я могу сказать «это мой стул». Если я сижу на нем каждый день и потом говорю «это я», тогда возникает проблема. Думаю, есть вероятность, что именно это и происходит, что то, чем эта частица жизни может в конечном итоге управлять, становится мной. Причина, по которой я думаю об этом, как о своей руке, в том, что большую часть времени она находится под контролем. Моя рука — это не проблема. Моя рука — это нормально. Я — это проблема. Что вы сказали? Моя рука означает, что она принадлежит мне. С этим проблем нет. Когда она становится мной, это приводит к полному искажению восприятия. Хорошо. Вы говорите об отождествлении, о том, кем себя считаете. Да. Человеческий интеллект и человеческий ум вырвались за определенное ограничение, которое было присуще любому другому существу, с помощью которого они могли функционировать как автоматизированная машина посредством определенного инстинктивного процесса. В процессе эволюции человек вырвался из этого инстинктивного процесса. У него есть интеллект, который должен функционировать осознанно. Но осознанное функционирование означает, что каждый момент жизни является исследованием, что слишком пугает многих людей. Поэтому лучше всего отождествлять себя с чем-то, что дает вам некоторое представление о том, кто вы есть. Но некоторое понимание того, кто вы есть, принятое вами на основе своей социальной и культурной среды, имеет смысл для процесса выживания, но не для исследовательского процесса. Оно не исследует жизнь. Оно держит вас в здравом уме. Это хорошее утешение. Оно помогает вам хорошо спать по ночам. Но оно не пробуждает иное измерение знания, не пробуждает возможность исследовать измерения, которых еще нет внутри вас. Поэтому для того, чтобы это произошло, самое главное — быть способным сидеть здесь ни с чем не отождествляясь. Когда я говорю, что в этом мире так трудно оставаться необразованным, это потому что все стремятся научить вас чему-то. Это все, что я делал в своей жизни. Оставался необразованным. Не поддавался влиянию родителей, семьи, религии, культуры, которая вас окружает, образование, которое людям вам навязывают. Просто быть таким, каким творение предназначило вам быть. Просто. Видите? Возможно, я не вписываюсь в университетскую среду, но я в порядке. Просто будьте такими, какими вы были рождены. Не привязывайте свой интеллект к чему-то конкретному. Будь то национальность, религия, раса, вероисповедание, семья, какое-либо отождествление, гендерная принадлежность, что угодно. Просто рассматривайте свою жизнь как частицу всей жизни. Если вы сделаете это, то увидите, восприятие взорвется так, как вы и представить себя не могли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова